Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 26 том, вопрос 3791. Почему говорят, что Барт Высоцкий был одержимый бесами? А как же тогда его поэтический дар? Ответ. Очень хороших его стихов есть и вот такие перлы. Тема воровства, пьянки, блуда, разливанная рекой в его стихах. Семь дней усталый старый бог в запале, в зашоре, в запаре, творил убогий наш лубок и каждой тваре попаре. Ему творить потеха, и вот в себе взамен Бог создал человека, как пробный манекен. Всю Россию до граниту царь наш кровью затопил, а жену свою царицу Колька Гришке уступил. Сгорели песни и стихи, дребедень. Если б водка была на одного, как чудеса бы было, но всегда покурить на двоих, но всегда распивать на троих. Если б я был физически слабым, я б морально устойчивым был. Ни за что не ходил бы по бабам, алкоголь бы ни грамма не пил. Мы пили все, включая палитру, палитуру и лак и клей, стараясь не сболтнуть. Мы спиртом обманули пулю дуру, так что ли умных нам не обмануть? Я вбега, но сатану не обманешь, ну и ну. Мало того, что Володе, наркоману, пришла сатаницкая мысль написать в 1967 году свою гаврилиаду и сказать «Пушкину можно, а почему мне нельзя?» Хотя позже он стал якобы объяснять, что не имел в виду конкретно Деву Марию и Иосифа, а просто семейные отношения людей. Но едва написал, как тут же слег в больницу после тяжелого и продолжительного запоя, как вещают из телевизора. «Если действительно Пушкин написал свою мерзость, насмехаясь над лоном преснодевы, то и получил пулю в живот, а этот загонял в свою трубу все, что только могло повредить его разуму». Матфей 12.37 «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Ефесянам 4.29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Притча 21.24 «Надменный злодей, кощунек имя ему, действует в пылу гордости». Притча 24.9 «Помысел глупости – грех, и кощунек мерзость для людей».